5 июля 1907 года была напечатана Божественная Литургия Святого Иоанна Златоуста в переводе на абхазский язык в количестве 400 экземпляров в типографии канцелярии наместника Его Императорского Величества на Кавказе в Тифлисе. В переводе требника принимали участие священники Николай Ладария, Дмитрий Маргания и Александра Жива, а также Дмитрий Гулия, князь Константин Маршан, Николай Патеепа, Антон Чукбар и Фома Эшбаб. 5 июля 1992 года по инициативе Народного форума Абхазии был создан союз ведущих общественно-политических и национальных организаций Абхазии, Народный форум Абхазии Айтгалара, Народная партия Абхазии, Армянское культурное общество Крунг, Общество русской культуры, Славянский дом, Сухумское общество интернационалистов, Осетинское культурно-благотворительное общество Алан, Греческий культурный центр Абхазии. 5 июля 1993 года в полдень Афонско-Ишерский батальон 1-й бригады освободил Верхний Коман. 5 июля 1878 года родился Владимир Щука, советский архитектор. Выдающимися памятниками архитектуры являются сооружения Щуки, Большой каменный мост в Москве, Главный павильон ВДНХ в Москве, административный комплекс Дома правительства Абхазской АССР и гостиница «Абхазия» в соавторстве с Гельфрейхом в Сухуме. 5 июля 1930 года родился Вадим Кожинов, кандидат филологических наук, историк-публицист. В творческом наследии Кожиного значительное место занимает тема Абхазии, ее история, культура и литература. С конца 50-х-60-х годов он интересовался судьбой абхазского народа, поддерживал творческие контакты с абхазскими литературоведами и писателями Багратом Шинкуба, Владимиром Цвинария, Мушнием Ласурия, Борисом Гургулия и другими. Изучал историю, этнографию, культуру края. Все его публицистические выступления и статьи по центральному телевидению и периодической печати во время грузино-абхазской войны были направлены на защиту Абхазии. Среди публикаций Кожиного выделяется историко-публицистическая статья «Абхазия и Чечня. Исторические судьбы и современность». 5 июля 1961 года родился Тенгиз Квиквискири, герой Абхазии. Воевал на Гумистинском фронте. Принимал участие в обороне города Сухум на Красном мосту, в разведывательно-диверсионной операции в районе Сухумского вокзала. Перебрался на Восточный фронт, был в составе Меркульской группы. В 1993-м Квиквискири стал командиром Меркульского батальона. Участвовал в боях за села Баслах, Меркула, Пакуаш, Лабра, Тамыш. Погиб в ходе тяжелых боев в селе Тамыш, проявив мужество и храбрость. В 1994 году ему посмертно присвоено звание Героя Абхазии. За последние 10 лет в день 5 июля самая высокая температура была зафиксирована в 2010 году. Это 28 градусов. Самая же низкая в 2008-м – 18 градусов. Субтитры создавал DimaTorzok